Здравствуйте! Сегодня хотелось бы рассказать о довольно-таки актуальной теме в нашем обществе. Это психологическая коррекция кризисных состояний и посттравматического стрессового расстройства личности. Для начала хотелось бы рассказать, что же такое кризис. Кризис – это тяжелое состояние, которое возникает в результате каких-либо неблагоприятных воздействий на организм человека, что приводит в дальнейшем его в состоянии стресса. Кризисы бывают трех видов – это невротические кризисы, кризисы развития и травматические кризисы. Невротические кризисы, предпосылки которых, как правило, складываются еще с раннего детства. И для их проявления необязательно воздействие каких-либо внешних факторов. То есть они субъективно создают ощущение безвыходности и тупика, а объективно приводит к дезадаптации личности. Кризисы развития, или их еще называют возрастные кризисы, они возникают тогда, когда человек переходит из одной возрастной категории в другую. То есть меняется его социальное и, возможно, какие-то личные качества. И травматические кризисы, они возникают в ответ на какую-либо травмирующую ситуацию в жизни человека, либо что-то, что угрожает его безопасности. Психологическая травма – это вред, нанесенный психическому здоровью человека в результате остроэмоциональных стрессовых воздействий на его психику. То есть он может быть вызован физическим насилием, психологическим насилием, военными действиями. Что же касается посттравматического стрессового расстройства личности, это тяжелое психическое состояние, которое возникает в результате единичных или повторяющихся стрессовых воздействий на его психику. Также может быть вызвано физическим насилием, сексуальным насилием или военными действиями. Еще хотелось бы сказать, что каждый день человек находится в состоянии стресса. Стресс – это негативные эмоции, которые возникают на какую-либо ситуацию в жизни человека. Как мы с вами понимаем, что невозможно избежать данной реакции на наш с вами организм. Стереотипно мы с вами воспринимаем стресс как что-то негативное, плохое. Но на самом деле это довольно неправильное определение, потому что минимальная доза стресса помогает держать наш организм в тонусе, быстро принимать решения, выходить из трудных ситуаций. Но есть, конечно же, и другая грань, где стресс постоянной и максимальной величины воздействует на организм человека, что постепенно снижает его сопротивляемость, и в итоге могут возникать какие-либо хронические заболевания. Стресс может проявляться следующими качествами. Неадекватная реакция организма на что-то обычное, простое. То есть человек может вступать в беспричинные споры с окружающими людьми. То, что раньше вызывало у него интерес, на данном этапе уже не имеет для него значения. У человека происходит нарушение сна, аппетита. Он постоянно чувствует хандру, уныние. И в основном люди объясняют это тем, что они не могут что-либо изменить в своей жизни и принимают данные проблемы как нечто то, что есть в их жизни, и на это никак невозможно повлиять. Существует два вида стресса. Это эустресс и дистресс. Эустресс, он является движущей силой в нашем с вами организме. То есть, можно сказать, это позитивный стресс. То есть, он нам с вами каждое утро дает небольшой заряд адреналина для того, чтобы мы могли максимально эффективно добраться до работы и провести свой рабочий день и решить все проблемы. А дистресс – это, соответственно, негативное воздействие на наш с вами организм. Чаще всего он бывает спонтанным и неожиданным. Но иногда бывает и накопительным. То есть, определенное время человек копит негативные эмоции и в итоге это приводит к хроническим заболеваниям. Типы травматических ситуаций, хотелось бы еще сказать по поводу посттравматического стрессового расстройства, они бывают двух видов. Это единичные воздействия и повторяющиеся воздействия. То есть, единичные воздействия, они несут в себе угрозу и требуют превосходящих сил и возможностей индивида справиться с психологической травмой. То есть, индивид в своем сознании видит постоянно яркие картинки произошедшего с ним события. И очень сложно помочь ему справиться в данной ситуации, особенно если не принять вовремя меры. А повторяющиеся воздействия, то есть, по мере того, как они повторяются с индивидом, то есть, он чувствует безвыходность и безысходность сложившейся ситуации на то, что невозможно контролировать и что-либо исправить в своей жизни. И из-за этого его мир меняется, он отстраняется от окружающих, родных и близких ему людей, что впоследствии приводит к долговременным проблемам в его жизни. Хотелось бы еще добавить по поводу основных симптомов, которые проявляются у человека, который получил посттравматическое стрессовое расстройство личности. То есть, они бывают трех видов. Это повторяющиеся. Они проявляются как повторяющиеся навязчивые сны, связанные с событием, которое привело к посттравматической травме. Внезапные поступки и чувства, которые заставляют человека переживать вновь какие-то моменты из-за травмирующего его события. Симптомы избегания. То есть, человек избегает мыслей, чувств, воспоминаний о том, что с ним произошло. У него проявляется это как отстранением от окружающих людей. И он перестает строить планы на будущее. Он живет только той проблемой, ситуацией, травмой, которая произошла в его жизни. И последний – это симптомы повышенной возбудимости. То есть, они проявляются как нарушением сна, сверхбдительность, раздражительность и трудности при концентрации внимания. Очень важно, чтобы близкие люди обратили внимание на то, когда меняется поведение человека, особенно если они знают, что произошло какое-то травмирующее событие в жизни человека. Ведь очень важно вовремя прийти на помощь и помочь человеку справиться с его трудностями. Ведь один он не сможет пройти через все проблемы, переживания, которые ждут его после посттравматического стрессового расстройства. Но когда все-таки близкие замечают проблему и обращаются к психологу за помощью, то есть первое, что он должен сделать, когда работает с клиентом, это формирование позитивного отношения к симптомам. То есть нужно объяснить человеку то, что произошло с ним, и те эмоции и чувства, которые он переживает на данный момент, они являются естественными и нормальными. И он не должен стыдиться или бояться довериться психологу в том, чтобы он в дальнейшем смог помочь решить ему проблему. И по возможности психолог должен создать абсолютно безопасное место, где клиент сможет раскрыться и полностью довериться психологу, для того, чтобы проработать его проблему. Второе – это поддержка адаптивных навыков я. По сути, психолог должен создать некий терапевтический альянс между клиентом и собой, для того, чтобы клиент смог почувствовать себя в безопасности, и он смог понять, что он является главным в сложившейся ситуации, и ему решать, что и когда рассказывать психологу. И третье – это снижение избегания. То есть человек, который получил посттравматическое стрессовое расстройство, он избегает мыслей, чувств, воспоминаний о том, что с ним произошло, возможно, стыдится того, что с ним произошло. У него могут развиться новые фобии, связанные с посттравматическим расстройством. И тенденция к избеганию должна быть нейтрализована по двум причинам. Во-первых, из-за того, что человек продолжает избегать мыслей и разговоров, то есть травматическая ситуация так и продолжает приносить ему боль и беспокойство. А во-вторых, если этого не сделать, то рано или поздно человек закрывается и отстраняется от родных и близких людей, и впоследствии очень сложно прийти и дать объяснить ему, что нужно работать с клиентом, с психологом для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, которая сложилась в его жизни. Когда человек страдает посттравматическим стрессовым расстройством личности, то есть он проходит определенные стадии данной психологической травмы. То есть их есть два вида. Это стадии по времени и по психологической реакции. По времени они бывают трех видов. Это острая от момента и до шести недель. Вторая стадия – это отсроченная стадия от шести недели до шести месяцев. И третья стадия – это хроническая стадия, которая может длиться от полугода до нескольких лет. На стадиях по психологической реакции, то есть здесь индивид решает для себя один очень важный вопрос. Он хочет справиться с сложившейся ситуацией в его жизни, либо он так и будет продолжать жалеть себя и не работать с проблемой. Существуют их всего четыре стадии. Первая стадия – это стадия отрицания. Вторая стадия – это стадия агрессии. Третья стадия – депрессии. Четвертая стадия – адаптации. То есть на каждой стадии решаются свои определенные терапевтические вопросы. И очень важно, чтобы рядом находился квалифицированный человек, психолог или психотерапевт, психолог-консультант, для того, чтобы он смог помочь клиенту пройти через все стадии так, как они есть. Потому что если клиент будет проходить их один, то есть впоследствии он может либо проскочить какую-то стадию, но со временем он все равно к ней же и вернется, либо он на очень долгое время может застрять на определенной стадии. Хотелось бы немножко подробнее рассказать о каждой из этих стадий. На стадии отрицания происходит то, что человек отрицает тот факт, что определенное травмирующее событие произошло в его жизни. Он продолжает жить дальше, как будто ничего и не произошло. Но параллельно с этим он ощущает замкнутость, безвыходность того, что он не смог на что-либо повлиять в своей жизни. И иногда, когда люди остаются наедине сами с собой, они могут задать себе один вопрос. А почему же это произошло именно со мной? И после этого может начаться безудержный плач. Но на стадии отрицания это является весьма желательной реакцией, потому что вместе с плачем боль немножко утихает, и человек может принять тот факт, что определенное событие произошло в его жизни. И именно в этот момент, когда признается этот факт, этот психолог должен, в свою очередь, сформировать видение, что на этом жизнь не закончилась, а продолжается дальше. И после этого нужно идти вперед, и предстоит еще немалая работа. И после того, как человек признал тот факт, что определенное событие имело место в его жизни, но он не признал, что оно произошло именно с ним. Именно в этот момент наступает стадия агрессии и агрессивного поведения, как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим людям. Человек злится на то, что он не может контролировать что-либо в полной степени в своей жизни, на что-либо повлиять. Он злится на людей, которые пытаются ему помочь, которые не помогли, в общем, на весь мир в целом. И стадия агрессии, она считается пройденной лишь тогда, когда клиент признает тот факт, что определенное событие произошло именно с ним. Но психолог должен создать для клиента максимально эффективную обстановку для выхода его агрессии именно не на окружающих людей и не на самого себя. Но агрессия не должна задерживаться в его сознании. И после агрессии наступает стадия депрессии и депрессивных состояний. То есть человек чувствует к себе жалость, уныние, разочарование. Он жалеет себя, происходит саморазрушение. Но чем хороша данная стадия, так это тем, что на ней происходит отпускание и прощание данной ситуации. Очень важно, чтобы в этот момент находились близкие и рядом люди, которые поддержат его в трудной ситуации. И в этот момент психологу, психологу-консультанту или психотерапевту очень важно помимо работы с самим клиентом проработать еще друзей и близких, и семью. Для того, чтобы они смогли максимально эффективно поддержать человека, который страдает от посттравматического стрессового расстройства. И после всего мною сказанного, мне хотелось бы добавить несколько слов по поводу того, чтобы мы все были более внимательны к своим родным и близким людям, особенно если в их жизни произошли какие-то непредвиденные сложные ситуации. И если вы заметили хотя бы один из признаков или симптомов, о которых я вам рассказывала, то постарайтесь поговорить с человеком и помочь направить его, сделать правильный выбор для того, чтобы обратиться за квалифицированной помощью к психологу, психотерапевту или психологу-консультанту. Ведь в будущем человек не сможет сосуществовать в обществе и в семье, в которой он находится. Поэтому хотелось бы, чтобы мы все были более внимательны и чутки к своим родным и близким и окружающим нас людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова